Друзья, привет-привет! С вами снова Ирина Грачева, проект Ирина Грачева Рейсинг. И сейчас я расскажу о втором этапе конки. Попытаюсь сделать такой своеобразный разбор полетов, которые становятся уже традиционным. Видео будет разное, потому что я его пыталась записать день назад, но оказалось, что в первой части отсутствовал звук. Записывала с помощью компьютера и гарнитурки, и, видимо, что-то в какой-то момент пошло не так. Поэтому первый час сейчас перезаписываю на этой гостеприимной яхте, где мы сейчас живем, потому что наша гостиница бронирования закончилась, гонку пока отложили, и нас приютила семья путешественников, у нас несколько мини-сейлоров. Теперь мы живем здесь. Итак, погнали! Начнем с того, что подготовка к этой гонке, то есть роутинг, погодный роутинг мы делали долго-долго-долго. Мы с Микаэлем целый день до старта потратили на то, чтобы сделать карты, на то, чтобы распечатать все, что касается навигационных опасностей, курсов и прочего-прочего. Прочитали уже, естественно, погодный роутинг и возможные варианты, и ждали на следующий день, на следующее утро новый прогноз, новую модель, чтобы пересчитать уже оптимально. Пересчитали, потратили два последних часа, распечатали все это, и в итоге старт гонки отложили. Из-за грозового фронта, который был прямо во время старта, старт отложили примерно на два часа. Потом, когда мы все высыпали в зону старта и крутились там, крутились, все были в таком ажиотаже, все были готовы стремить вперед и вышли на массовый фальстарт. Один раз, второй раз. Стартовали только в третий раз уже с флагами Индия и Зулу, чтобы никто не пересекал стартовую линию заранее. И в итоге старт гонки был на примерно три с половиной часа позже, что дало огромную-огромную просто разницу в планировании стратегии. И весь тот роутинг, который мы так долго и упорно строили, все вот эти вот скриншоты с заходами и отходами, которые я для себя сделала, это все больше не работало. Все сложилось совсем по-другому. И из-за задержки в три с половиной часа наше прибытие в Росков отложилось примерно на около 20 часов. То есть я должна была по первоначальному плану прийти где-то 13-го числа в ночь, поздно-поздно-поздно, 14-го ранним-ранним утром. В итоге пришла 14-го под самый вечер. Такая вот большая разница получилась. И в итоге мы схватили все штили по дороге. И флот шел очень-очень долго. Это была трудная гонка. Очень трудно все время пытаться найти свой ветер. Очень трудно, когда ты видишь, как соперники подхватили. Где-то порыв в четырех милях от тебя, а ты там быть не можешь, ты здесь. В общем, такая напряженная. Напряженная и длинная. Вот. В итоге на старте какая была ситуация? Первый старт. Если бы мы стартовали не с фальстарта, а ушли нормально, было бы более-менее хорошо, потому что был порыв, был ветер, и мы могли бы стабильно как-то обогнуть буй оттяжной и уходить в сторону острова Орё. Но из-за того, что мы дружно-дружно два раза вышли на фальстарт, ситуация изменилась и стартовали в слабый-слабый-слабый ветер. Старты я пока еще не беру хорошо. Это был мой второй старт. Для того, чтобы чувствовать себя уверенно на арендованной лодке, мне нужно больше времени. Больше времени вот в этой толпе, потому что мало того, что ты еще... Я еще не чувствую свою лодку настолько хорошо, чтобы быстро-быстро маневрировать. Она достаточно сложная. Если я готовлюсь к выходу на стартовую линию заранее, чтобы у меня уже были шверты в оптимальном положении, если нужно киль, паруса готовы к настройке, да, то еще и маневрировать, быть готовой к резкому повороту у меня пока не получается. И опять же, еще один нюанс. Ты не знаешь, чего ожидать от остальных гонщиков, какой у них опыт, насколько быстро они смогут в ситуации сориентироваться. Вот, поэтому я пока что стараюсь держаться в безопасности. Лодка у меня арендованная. Я очень боюсь ее повредить, потому что это будет большая проблема. В итоге долго выходили на оттяжной. Для меня это было удачное. Мы в итоге достаточно долго выходили на оттяжной. Для меня этот выход был удачным. Я почти сразу после старта вышла на чистый ветер, повернула вправо, там схватила порыв и уже даже немножечко в потравку в вал выходила на знак. Кто первым огибал оттяжной буй, тот начинал отрываться потихоньку, потому что он уваливался, ставил спинакер и потихонечку уходил. Первым из нашей группы на буй вышел Танги Гурулек, потом Антуан. Я была третьей, немножечко от них отстала. И в итоге вот этот 30-мильный участок до острова Рео, я их догоняла, догоняла, догоняла. Антуана догнала, Танги почти догнала. Огибались мы под мостом, проходили уже практически вместе. В общем, для меня это был удачный поход, удачная стратегия. И особенно удачная стратегия там вот возле острова Рео. Я рассчитала заходы ветра и рассчитала течение, как оно будет меня выносить, как будет удачнее пройти. И на этом это грало, у Танги там достаточно много. После этого, после моста, мы пошли в зону попутного течения и в ночь. Огибали буи уже в темноте. И тут у меня начались первые сложности с лавировкой, первые сложности со скоростью на лавировке. И это было основное, над чем я, наверное, работала в этой гонке. Это моя скорость на лавировке. Мне никак не удавалось правильно настроить свой стаксель. Это я уже потом поняла. Вернее, была ситуация такая, что, блин, все сделано правильно. Мачта завалена правильно. Вернее, не завалена, наоборот, на 0 градусов. Шверты правильно. Мотосаж весь в нужном месте. Паруса стоят. Колдунчики развиваются. Все вроде бы идеально. Все идеально. Лодка не идет. А идет на полузла, на узел медленнее, чем должна идти. И очень я из-за этого переживала. Пока все еще пытаюсь разобраться в настройках на лавировку. Все неоднозначно. В нескольких ситуациях этой ночью и днем в очень-очень-очень слабый ветер лавировки, примерно 2-3-4 узла, мне не удалось настроиться оптимально. Это было очевидно. Сейчас усилилось примерно 10 узлов. И вроде пока все работает хорошо. Все колдунчики на гроте развиваются. Турбулентности не видно. На стакселе тоже верхний колдунчик показывает, что турбулентности нет. Стаксель открыт, грот открыт. Чтобы щель между стакселем и гротом была по всей ее длине, чтобы они повторяли друг друга по форме. Ну, ночь прошла. Потом следующий день была, опять же, лавировка на Фордовиндс, такая стратегическая, которая перешла снова в острый курс. И опять же, острый курс, и опять я теряю скорость уже днем. И в какой-то момент я просто плакала, потому что я не знала, что я делала не так. Я не понимала, что происходит. Вроде бы все с настройками хорошо. После я уже, меня в какой-то момент осенило. Это было ночью, даже не в лавировку, а в какой-то галфинг. И я тут поняла, что я неправильно настраивалась. Неправильно совершенно настраивала этот стаксель. И в голове у меня просто как-то наложились настройки одни на другие. Потому что, когда мы ходили, тренировались с серваном лимины, мы ходили в основном под другим стакселем, который ведет себя по-другому. Этот мы ставили всего один раз. И столько было информации за те четыре дня тренировок, что просто вот оно как-то в голове не сложилось, наложилось одно на другое. И, в общем, ночью меня осенило, что стаксель надо нести по-другому, что надо делать ему полную-полную нижнюю шкаторию, но прямо класть ее на лейра, при этом открывать верх и таким образом идти быстрее. Мне кажется, что получилось. То есть, когда мы шли уже в такую лавировочку к Вольф-Року, мне показалось, что я начала дожимать. То есть, я уже ехала очень быстро по сравнению с Антуаном, 802-м, который нас тогда поджимал. И дожимала танги именно вот в этом режиме. Но условия были не очень показательными, потому что вот там, где был Вольф-Рок, было очень сильное течение, был очень странный ветер гуляющий. Но мне казалось, что мы сейчас все с ума сойдем просто от тех цифр, которые мы видим на приборах. И теперь моя задача проверить мою теорию, проверить мои настройки в похожих условиях в другой гонке. Так вот, была такая еще ситуация во время второго дня, когда мы шли под спинокерами, и мы уже боролись вдвоем с танги, друг друга вот так вот контролируя. Антуана мы оставили где-то сзади, и тут в какой-то момент Антуан просто как бы боком вот где-то там вот подхватив новый ветер, который пришел с нашей стороны, но был ближе к, чуть-чуть ближе к берегу. Антуан был от нас примерно там в 4-5 милях. И Антуан там с огромной скоростью, мы идем 3,5, Антуан там со скоростью 5,5 просто такой мимо нас прошел. И на этом он отыграл у нас, наверное, миль 5, который потерял до этого. И сейчас уже стало понятно, что это был бриз. То есть бриза мы, в принципе, не ожидали, особенно в той части, в которой мы находились. В общем, бриз случился, его распространило. Он был сильнее у берега, там, где был Антуан, менее сильным у нас, но все же он нас подхватил. И в итоге мы вот так вот все вместе приехали в какую-то новую зону разделения, новый ветер. И меня из-за того, что мне не хватало скорости, меня потихоньку начало затаскивать вправо-вправо-вправо-вправо относительно флота. Я совершенно не хотела туда идти, но ветер начинал отходить. Сначала это были у нас лавировочные паруса, потом пошли женаки, потом я уже ставила большой спинакер, и меня вот так вот туда утаскивает, утаскивает. Поворачивать это против маршрута, то есть просто повернуть назад, считаем. Поэтому я терпела, 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 меня туда утаскивало, 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 и я видела, как танги с Антуаном уходят вперед. И я уже с ними, в общем-то, попрощалась. Я подумала, что все, больше я их не увижу. Я их перестала видеть на АИС, и мне казалось, что, ну, окей. К сожалению, этот этап проигран, и вот эта вот моя ошибка со скоростью на лавировке, она вот столько мне стоит. Все это было под грозовыми облаками, под дождями, причем грозовые облака были достаточно странными. То есть под ними не было ветра. Был слышен гром, был ливень, но абсолютно без ветра. И когда приходило такое облако, даже вот те малейшие дуновения, которые были до него, оно полностью дождем убивало. Потом нужно было искать снова свою дорожку, снова искать свои порывы и пытаться продвигаться вперед. Когда после всей этой катавасии ветер снова зашел и снова на лавировку, я уже не знала, где находятся танки и Янтуан, мои главные конкуренты. И, естественно, мне казалось, что находятся они где-то между мной и знаком, конечно же. Конечно же, в самые выгодные позиции, конечно же, идут с огромной скоростью и, конечно же, отыгрывают у меня все больше и больше. Но потом оказалось, что это не так, и что ребята перетянули в правый угол. Ну вот пришел новый ветер. По прогнозу, который нам передавали по коротковолновому радио СРР, обещали это направление на ночь, на сегодняшнюю ночь. И перед этим переменчивые направления, штили, слава богу, пробило очень-очень быстро. Смена ветра произошла буквально, ну, наверное, в общей сложности за час. Сегодняшний день дожди были просто постоянно. Это были грозы, но какие-то странные грозы верховые. То есть было слышно гром, было видно просто серое марево везде, и оттуда ливень, без ветра. Поэтому сушимся. Пока есть такая возможность перед ночью. И надеюсь, что удастся этой ночью немножко отдохнуть. Рассчитываю на более стабильный ветер, на лавировку. Ну, в итоге все ошибаются, и оказалось, что и Танге, и Антуан ошиблись в этот момент, и слишком сильно затянули галцов. И после того, как пришел заход на запад, на который я рассчитывала, из-за которого я повернула, им пришлось из своего угла снова же лавироваться, чтобы выйти на огибание. В моем случае все оказалось гораздо лучше. Я понимала, в какой-то момент я поняла, что сейчас я нахожусь в крайней точке, что ожидать каких-то чудес в этом месте уже не приходится. И по дальнейшей стратегии как раз будет заход на запад скорее, чем что-то произойдет здесь. И поэтому я повернула на запад, и когда я получила то, зачем туда шла, спокойно повернула и пошла на огибание. Надо сказать, что после моего поворота на запад и до моего поворота на огибание, что происходило? Резкое-резкое усиление ветра. И сначала я взяла один риф на гроте, потом я сразу поняла, что надо брать уже риф на стакселе. Сразу пошла брать риф на стакселе. Это не очень просто, это нужно как бы на баке, все-таки это ветер и все такое, срубить полностью стаксель, скрутить его, который развивается вот так вот на ветру, в колбаску, застегнуть на молнию, снова поднять, перестегнуть шкоты, естественно, перестегнуть или добрать галсовый угол, в зависимости от системы. Все это нужно было сделать. И когда я это все проделала, вернулась мокрая, я поняла, что ветра-то как бы еще больше, и нужно брать еще один риф на гроте. Новый ветер с запада пришел с дождем. Если мы начинали с утра еще в таком как бы тумане, в какой-то дымке, то есть видимость была так себе, было достаточно облачно, то вместе с новым западным ветром пришел откровенный как бы дождь. Мелкие моросящие, такая мгла, ничего не видно. Это рядом с зоной разделения судов, вокруг снуют пароходы туда-сюда. Ты их видишь сначала на АИС, потом у тебя как бы из вот этого вот облака тумана, облака дождя, выплывает такой монстр на тебя. Вау! И в какой-то момент я не успевала уже отслеживать, кто там где на АИС, я просто смотрела, что ни с кем не пересекаюсь, и в какой-то момент смотрю, что там где-то у меня под стакселем паруса, что яхта парусная. Ну, думаю, да, окей, окей, парусная яхта, но интересно, кто же это такой? Тут гуляет в столь неурочный час. И оказалось, что это Тангибурулек, которого я, в общем-то, догнала, он повернул прямо передо мной, и мы не вместе, конечно, у него было чуть больше скорости, вышли на знак, обогнулись, и дальше уже оказалось, что поставить что-то в таких условиях, даже при увале градусов на 20, невозможно, и мы так и продолжили лететь два рифа на гроте, в одном рифе на стакселе. Пока не начало подкисать, там уже ставили разные паруса, сейчас уже я не вспомню, какие, да это не очень важно, потому что это была прямая линия на Вольф-Рок, когда нужно было просто как бы иметь паруса в зависимости от изменения силы ветра и продолжать двигаться по генералке. Что случилось перед огибанием Вольф-Рок, это как бы отдельная картина. Ночью ветер стих, стало крутить по течению, и мне казалось, что я сойду с ума от того, что происходит, потому что ветер крутило очень сильно, и ты уже не понимаешь, где ты находишься, потому что течение, благодаря течению, твоя скорость, она только мала, что GPS-ка показывает твой курс относительно ветра, относительно угла к ветру, вообще не так, как какая-то полная ересь. И ты начинаешь как бы теряться, и думаешь, как бы не поехал ли ты головой, что вообще происходит, и что вообще со всем этим делать. Вот, и все вот мы такие там шли, шли, шли. На самом деле начала я очень хорошо, я начала отрываться от Антуана и 802-го, который к нам сильно поджался из-за, опять же, выгодного похода на запад перед Уэссаном и хорошего выхода на зону разделения. От них я начинала отрываться, но они были немножечко ниже, правее, давайте скажем так, потому что ветер менялся все время. И я начала поджиматься очень серьезно к Танге, то есть у меня была реально крутая скорость, мне удалось найти какой-то баланс. Там мы шли под стокселями, я уже по-другому настраивала, кстати, стоксель, мне кажется, это очень сильно помогло, но полностью сказать, что я исправила свою проблему, я не могу, потому что условия были очень-очень специфичными. И в какой-то момент у меня оторвалось, как вы знаете, видели видео льва-дайчика, оторвалось Данима, разорвался Рупай старенький и вырвала оттяжку Барбара. И, естественно, ночью что происходит, когда у тебя вдруг что-то происходит со стокселем. Первое, что ты делаешь, это поворачиваешься, разбираешься. Я повернула, времени у меня как бы ушло немного на то, чтобы разобраться, в чем дело и быстро найти способ починки. Но это стоило мне того, что я сходила сильно против течения и на этом проиграла. Тангия проиграла очень много. Я думала, что ребята тоже выйдут 802-й и 850-й впереди меня сильно. Но в какой-то момент мне удалось совершить какое-то чудо. Я даже не поняла, как это произошло. И набрать скорость. Ситуация была очень странная. Я шла в лавировку, я не выходила. Я валила, градусов на 40. То есть была чистая лавировка. Я валила градусов на 40 и все уже переживала. Уже шла по корме у всех всей группы. Очень сильно расстраивалась. И у меня был женак, большой женак, который был после последнего, после последней постановки свернулся очень-очень плохо. Я переживала, как я буду его ставить в следующий раз, потому что если он свернулся плохо, то могут быть нюансы. Я решила так. Я не знаю, что сейчас делать, то я хотя бы, поскольку сейчас нет ветра, без потери перемотаю женак. То есть я его разверну, а потом сверну обратно. Я развернула женак в чистую лавировку. Там на ветре, я не знаю, 2-3 узла. Ну подумала, ладно, я уж его развернула, сейчас попробую добрать, посмотрю, как оно вообще. Я его добрала и как поехала. Поехала, соответственно, это тот момент, когда лодка генерирует сама себе ветер, это то, о чем я говорила. Я поехала, 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 мой вымпельный ветер усилился, истинный пересчитался, как будто бы он тоже усилился. И в итоге там на 4, получившихся, 4,5 получившихся в узлах ветра, скорость моя тоже была 4-4,5. Было очень-очень круто, и в какой-то момент меня начало приводить еще со всем этим. То есть мало того, что я начала ехать быстро, так я еще и начала приводиться. Не знаю, как это получилось, может быть, и градиентный ветер или тот ветер, который там был, тоже начал отходить, потому что понять это было невозможно из-за того, что течение, твоя скорость, все это пересчитывалось как-то очень криво. Но шалость удалась, как говорится, и я проехала 802-го, оставила его совсем за кормой и очень сильно поджалась к Антуану. Прямо сильно поджалась, потому что на момент поворота я теряла относительно на него уже там, я не знаю, милли 4. Потом случился рассвет и пришел ветер, уже его было видно, уже была видна рябь, уже все устаканилось с направлением, и Антуан выходил на Вольф Рок в лавировку, я выходила со своим вот этим женаком и уже даже травилась. То есть у меня было много высоты, но была достаточно приличная скорость. И тут произошел мой коронный момент в гонке, я считаю его своим коронным моментом, очень горда, это огибание. Огибание Вольф Рока, ну, во-первых, это скала такая точечная, вокруг ходят волны, и где-то там есть какие-то камни, которые на карте не прорисованы, но они же есть, а где они, никто не знает. И, естественно, чем ближе к скале ты обогнешься, тем лучше, тем меньше дистанцию ты пройдешь. И я видела, как Антуан нагибается, какой нужно было сделать маневр ему, ему нужно было, он идет в лавировку, ему нужно было подойти к скале, плавно увалиться, сделать поворот Ford Wind и поставить спинакер с ответренного борта. Естественно, когда ты делаешь такой маневр, у тебя достаточно времени на то, чтобы прицепить спинакер, на то, чтобы выстрелить бушприт, чтобы все подготовить и поставиться быстро и круто. Мне же нужно было свернуть джинак, уронить бушприт на наветренную сторону, отцепить джинак вместе с закруткой, весь его спрятать. Шкод и фал в этот момент у меня оставались на существующем наветренном борту, который станет подветренным, поэтому перетягивать их не надо было, но нужно было подвинуть рокамбол, это то кольцо, которое отвечает за крепление голосового угла с позиции большой жинак на позицию большой спинакер. Это делается вручную на моей лодке, нужно вручную там потравить, вытравить больше галса, вытравить больше веревки, которая за это отвечает и передвинуть все это, потом добрать в нужном положении. Такое действие мне нужно было сделать после этого, так же, как и Антуан, повернуть со всеми швертами, килями, прочим-прочим-прочим-прочим, и после этого прицепить и поставить спинакер так же с подостром. То есть моих действий было гораздо больше, чем действий Антуана, естественно, мне хотелось донести свой жинак до последнего, то есть чтобы не терять скорость и поставиться как можно быстрее с другой стороны. И на этом маневре я отыграла у него почти 0,7 мили. То есть пока он там неспешно как-то заходил, я в процессе перестегивания, подправления курса, чтобы не въехать камни-то как как паучок побегала по лодке, быстро-быстро все сделала и обогнулась, уже была с ним на параллельных линиях по направлению к следующей точке. После мы какое-то время шли в общем-то с равной скоростью, то он чуть-чуть быстрее, то я чуть-чуть быстрее, и шли очень близко на расстоянии полумили. В какой-то момент он занял позицию чуть-чуть впереди и на ветра, и мы уже немножечко успокоились и начали отдыхать, потому что предыдущие сутки были достаточно тяжелыми, поспать не удалось, ночью поспать не удалось, потому что мы сначала фигачили от Уэсана с круглыми глазами, потом ночью вот эта вот катавасия с течениями на подходе к Вольфроку, в общем, уставшая, и я уже себе свила гнездо, и начала отдыхать, и потом что-то где-то и ложа, и ложа, и ложа в постели, думаю, блин, нет, что-то мне не устраивает, что Антон меня поставил в такую позицию, в общем-то, контролирующую, да, ну, как бы, ожидали мы захода ветра, отхода ветра против часовой стрелки, то есть нам должно было острить постепенно, но при этом течение ожидало, что будет нас больше выносить на ветер, то есть мы должны, с одной стороны, будет острить ветер, с другой стороны, мы должны будем немножко уваливаться, потому что течение выносит, больше течения мы ожидали в Ла-Манше в ту сторону, и еще ожидали прохождение холодного фронта, примерно о смене направления ветра говорили в прогнозе по кратковолному радио, то есть все говорило за то, что будет юго-запад, да, фронт должен был проходить какой-то нетипичный, это был маленький такой фронтик, с сменой ветра не на северо-запад, а на юго-запад, и в общем, мне не очень-то понравилось, что как-то Антуан меня взялся контролировать, ну, поставил в такую позицию, и что я как-то, ну, что я соглашусь с этим, что ли, я решила перекинуться, я просто решила поменять свою позицию, я даже не хотела на него наезжать или что-то такое, просто из этой позиции переехать, как бы справа от него, вот, и посмотреть, что будет. И я достаточно сильно привелась, хотела дать ему понять, что я не качу на него бочку, что я не пытаюсь закрыть ему ветер, что я просто хочу пройти мимо, да, ну, как бы в соответствии со своей стратегией, в соответствии со своими мыслями какими-то, вот, но он немножечко за меня зацепился, он как бы тоже начал приводиться, а потом случилась такая история, что вдруг у нас кончился ветер у обоих, и сильно отошел, и в итоге мы были вынуждены оба сильно приводиться против всей логики, и уже была я не рада своему такому маневру несвоевременному, уже это было как бы не очень, смотрелось не очень круто, а потом ветер вернулся на свое направление, нас увалило, и я начала набирать скорости больше, то есть я получала порывы, какие-то усиления, все время первые, поскольку я уже успела перестроиться справа от него, недалеко, но справа, и чуть-чуть отъезжала, потихонечку, потихонечку, совсем потихонечку, а потом начал приходить фронт, мы ощутили сначала усиление ветра, и мы уже не могли выносить наши большие спиннекера, сделали замены, я сделала замену гораздо лучше, чем Антуан, очень технично и быстро на пятый, и смогла на этом отскочить, отскочила сильно, там на полторы, по-моему, мили, потому что я сразу после постановки я получила там скорость средняя, наверное, была 8-10-9, а на порывах там, ну, я не знаю, до 12, на моменте разгонялось, и все шло хорошо, и потом начал приходить фронт, и поскольку я увидела, что погода соответствует прогнозу, который у меня, как бы, есть еще, после этого я ожидала захода, да, я видела, как приходит фронт, я видела вот этот вот, ну, как бы, такой валик, его видно, там идет такая облачная стена, и перед ней, ну, обычно более светлый, может быть, более темный, ну, контрастный, короче, контрастный валик облаков, и было все понятно, вот он фронт, мы не ожидали каких-то там сильных порывов, поэтому это все было спокойно, он пришел, я поуваливалась под своим спинчом, потому что было много, ветра было много, было не очень остро, но много, да, мне приходилось как бы глиссировать вниз. Да, еще в какой-то момент, были, естественно, маленькие такие смешные нюансы на борту, меня очень порадовало мое ведро, которое стояло в наветренной нише под полубой, у меня там такая ниша для откренки, для того, чтобы запихать туда канистры с водой, вот там стояло просто ведро пустое, и в какой-то момент, когда фигачила, фигачила, фигачила вода, когда мы речили под опятами, это ведро набралось водой, как бы все в ход, и начала откренивать само 9 литров воды. Вот, большое спасибо в ведру. Реально, лодка старается, лодка помогает всем, чем может. Фронт продолжался там какие-то несколько часов, как это обычно происходит, и после этого был виден просвет, вот он уже начался просвет, и я ожидала, когда мы выйдем из фронта, что будет вот та вот смена ветра, постепенная, конечно же, на юго-запад, и когда ветер пошел, мне было тяжело под моим, под опятом, как я уже говорила, у меня он топовый, у Антуана дробный, я видела, как он во время прохождения фронта, как он ко мне приближается, и приближается, и приближается, потому что он просто может его выносить. А я просто не могу, и мне приходится все время как бы скатываться вниз, то есть я уже не шла на марку совсем, я как бы катилась постепенно вниз, и ждала момента, когда смогу заменить, то есть ждала изменения направления ветра, и когда ветер отошел и стал острее для меня, отошел против часовой стрелки и стал острее для меня на еще 15 градусов, то есть там уже угол стал 110, я ожидала, что пойдет еще, и я смело начала замену. Замена спинакера на женак, когда точно так же, как на огибании, мне нужно срубить, завалить бушприт на борт, поменять позицию рок-амборда, выстрелить бушприт обратно и поставить уже другой парус, то есть это такая как бы трудоемкая и времезатратная процедура, когда твой соперник, который не меняется, продолжает идти 10 узлов, а ты как бы, ну, идешь 5-6 там узлов, но это не 10, вот. В итоге потеряла на этой замене, и потом уже с большим женаком настроилась, настроилась и долго сохраняла скорость вместе с Антуаном, надеялась, что еще приведет немножко, что еще заострится немножко, и он перестанет выносить, ему тоже нужно будет сделать замену, да, я тоже, гей, хо-хоу! Вот, но так не произошло, к сожалению, ветер начал закисать, и обратно, его отточнуло обратно, и в итоге я должна была поменять обратно на 5-й, когда я поняла, что Антуан от меня уходится, и после, из-за того, что течение нас выносило, как вы помните, вообще пришлось поменять на большой, вот, Антуан так и дошел под 5-м, особенно не дергался, он сказал потом, что ему было лень менять, хотя он мог 4 мили еще идти на финиш под большим спинакером, пытаясь отыграть время, да, потому что у нас потом по итогам двух этапов будет суммироваться именно чистое время, не наше место, а чистое время, вот, я по той же причине, я уже была как бы демотивирована, конечно, потерять как бы вот так вот на последнем, на последнем колене, да, вот на этих, ну, по прямой идешь, господи, вот так не хотелось терять свое место, я расстроилась, я была немножко демотивирована, но потом подумала, что все-таки класс мини, never give up, ей надо бороться до последнего, поэтому сделала еще две замены, и пришла на финиш чуть позже него, на третьем месте, но с огромными-огромными новыми знаниями о своих парусах, о его парусах, что немаловажно, и пониманием тех ошибок, которые я совершила, и пониманием каких-то сильных своих сторон, вот, что на самом деле очень круто, и в итоге гонкой я довольна, и третьим местом своим довольна, и даже рада за Антона, что им удалось меня опередить, и очень сильно довольна, что, как бы, происходит вот такая вот борьба, да, плотная борьба, это очень-очень круто, интересно, и зрелищно для вас. Итак, ребят, большое спасибо, что снова смотрите меня, большое спасибо за вашу поддержку, огромное спасибо за комментарии, за теплые слова, я все читаю, конечно, не могу ответить каждому, но спасибо. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»